Домовята, приветик! Готовим плюшки! Я штукенция, а это ингредиенты. Они есть в описании или можете просто поставить на паузу. Начинаем с того, что берем теплое молоко. Я обычно где-то полминутки или минутку разогреваю его в микроволновке и высыпаем дрожжи. При этом они немного активируются. Добавляем ложечку муки, ложечку сахара от общего количества. Все это перемешиваем и наши дрожжи просыпаются. При этом, пока там они активируются, мы уже начинаем замешивать общее тесто. Добавляем воду, яйца, белок, точнее от яйца. Желток пока отложим, он нам в будущем пригодится. Кладем соль, сахар, все остальные сухие ингредиенты, там ванильный сахар. И перемешиваем все, пока что сахар не растворится. Как только сахар растворился, добавляем нашу молочную смесь и всю муку. Как только мы все это добавили, можно ложкой просто начать перемешивать. Да, не забудьте, кстати, посолить, это очень важно. Целую ложку соли надо добавить, с горкой даже можно. В общем, все это теперь перемешиваем. Это наше тесто. Но нам нужно будет его еще немножко замаслить чуть позже. Но пока что просто смешиваем, чтобы был общий такой комок. Несколько минут можно вымешивать. Не слишком долго. Теперь берем масло. Оно должно быть мягкое, сливочное, обязательно большой жирности. У меня 82,5%. И берем это масло прямо руками, вот такими кусками. И немножко делаем углубление в центре теста. И внутрь этого теста закладываем куски масла и вмешиваем его. Таким образом, тесто становится сдобное. Сдобное это тесто, в котором всякая добавка есть, не только мука и вода и соль. И вот это сдоба, это по сути масло, яйца, всякая такая вкусняшка. Из-за чего булочки становятся очень такие сочные и вкусные. И все это вымешиваем. У нас потребуется минут 10, наверное, на вымешивание теста с маслом. Нужно будет все масло вмешать. И сделать так, чтобы тесто было мягкое, однородное. Как только тесто вымесили, мы его делаем в такой кружочек, закрываем крышечкой. Можно смазать растительным маслом миску внизу, чтобы не прилипало. Закрываем и оставляем на 1 час. Через час достаем тесто, оно немножко подрастет и обминаем. Что значит обминать тесто? Просто берем руками тесто и пару раз на него давим со всех сторон, чтобы выпустить воздух и выпустить образовавшиеся пузыри. И таким образом просто создаем еще один кружочек. Опять накрываем его крышкой, накрываем каким-нибудь полотенчиком и еще на 1 час оставляем. Через час наше тесто готово. Просто теперь нам осталось сформировать плюшки из печи. Как это делается? Достаем тесто, оно легко выпадает, оно однородное, мягкое. И делим его на части. Можно выбрать любое количество частей, смотря какие плюшки вы хотите. Обычно из такого количества получается 8 примерно больших плюшек или 10 маленьких. Делим на кусочки. Прямо ножом, ну не слишком режем, а скорее как бы отделяем просто ножом. И из каждого кусочка делаем такой шаричек. Подтягиваем тесто, чтобы оно, во-первых, не сохло, во-вторых, тоже еще немножечко успело подняться и выглядело аккуратненько. Его было удобно раскатывать. Делается вот так снизу, просто подтягиваем тесто вниз и оставляем такие вот шарики. Теперь оставляем эти шарики под полотенцем минут на 5-10. Они полежат, расслабятся, отдохнут, что называется. А мы пока сделаем сахарную смесь для посыпки. Просто смешиваю одинаковое количество мелкого сахара обычного и такого крупного коричневого сахара. Для посыпки очень хорошо подходит такая смесь. Она не слишком крупная и не слишком мелкая. Теперь начинаем раскатывать непосредственно плюшку. Берем кусочек, комочек теста и катаем его вперед и назад. То есть мы раскатываем не блинчик, а скорее такой вытянутый параллелепипед или, в общем, прямоугольник. Катаем со всех сторон. Не то, чтобы слишком тонкое должно быть тесто, не слишком толстое. Такое среднее, в общем, блинчик такой по толщине. Помазали внутри маслом, скатываем колбаску. Особо так тоже приминать не надо. Скатали обычную колбаску по узкой, по длинной стороне. Защипываем, чтобы ничего не распадалось у нас из кончиков тоже. И теперь эту колбаску по краям еще чуть-чуть раскатаем, чтобы наш носик не был слишком толстым. Пригладим шовчик, сложим пополам. И вот эту вот толстенькую часть, которая, ну, центральная часть, прорезаем ножом. Причем сделайте это резко. Если будете слишком елозить ножом туда-сюда, то вся красота пропадет. Нужно одно движение это сделать. И выворачиваем сердечком. Плюшка московская называется. Такое сердечко. Все, как только мы это сделали, дадим вам немножко постоять. Кладем на силиконизированную бумагу. Положите их подальше друг от друга, чтобы было место. И дадим вам еще минут 40 постоять, чтобы они поднялись. За это время достаем наши желтки из холодильника, или где они там у вас хранились. Разбавляем водой чуть-чуть, там один к одному примерно. И после того, как плюшки поднимутся, смазываем их вот этим вот желтком с водой. После того, как еще плюшки немножко подсохнут, парочку, там минут, минут 5 можно подождать, сверху посыпаем сахаром. Таким образом сахар будет на поверхности, и он хорошо склеится с поверхностью плюшки, не будет отпадать, и при этом не будет растворяться. Все, наши плюшки готовы. Осталось теперь их испечь. В газовой духовке я ставлю на самый-самый верхний противень, и выбираю температуру 180 градусов, и ждем минут 30 примерно. Ну, у кого как в духовке, кто-то за 20 испечет, кто-то за полчаса, за 40 минут, все по-разному. Как только они подрумянились, я еще, чтобы они подрумянились с двух сторон, переворачивала их снизу и сверху, и все, теперь можно их есть. Очень классные получились булочки. Это уже второй раз, как я пеку эти булочки в газовой духовке. Первый раз у меня не очень получилось, потому что я их пересушила. Поэтому подсказываю такой лайфхак, если вы будете печь тоже в газовой духовке такие классные булочки, ставьте их очень высоко, буквально на самый-самый верхний раздел. Используйте серебряный такой противень, не черный, а серебряного цвета, в общем. Там они обычно к духовкам, два противня идут. И переворачивайте булочки снизу вверх. То есть сначала снизу они у вас немножко подрумянятся, и потом просто я доставала противень, переворачивала снизу вверх. То есть как будто блинчики жаришь снизу и сверху. Немножко неочевидная вещь такая, но вот в такой духовке по-другому у меня не получилось. В итоге не держите булочки слишком долго. Держите их такое, ну я где-то минут, наверное, 25-30 их держала. А если передержать, то они становятся уже твердыми. Что по итогу? По итогу могу сказать, что это мои одни из любимых булочек получились. Конечно, они самые-самые вкусные сразу же, как только вы их испечете. Но в принципе даже на второй, на третий день они тоже были более-менее мягкими. И чтобы сделать их еще мягче, можно такую готовую булочку положить в микроволновку на 10 секунд. И она, даже если она уже там 2-3 дня у вас лежит, то через 10 секунд в микроволновке она опять становится мягкой. И ее можно опять с удовольствием кушать. Она как будто бы свежая такая, только что из выпечки. В целом эти булочки получаются не слишком сладкими. Мне понравилась консистенция по сахару, по маслу. То есть тесто получилось такое очень вкусное. Сахара достаточно. Попробуйте этот рецепт, напишите мне в комментариях, как вам удалось такие булочки сделать. Я долго подбирала рецепт. В интернете много всего пересмотрела. И конкретно вот это сочетание мне показалось самым удачным, самым вкусным. Я делала еще другие булочки, тоже по другому рецепту. Но я не стала его выкладывать, потому что те булочки мне понравились намного меньше. В общем, эти булочки проверенные мной и привередливыми другими людьми, которые к булочкам относятся пристрастно. Так что всем очень понравилось. Самое сложное в приготовлении таких булочек, это то, что нужно подождать все время, чтобы булочка долежала, булочка поднялась, и не слишком торопиться. Потому что когда ты только, например, скрутил булочку, сразу же хочется поставить ее в духовку и уже печь. Вот так делать не надо, потому что когда ты с тестом что-то делаешь, нужно вот на каждом этапе, после того, что ты что-то скрутил, или форму придал, или там какие-то кусочки нарезал, нужно всегда дать тесту полежать. И то, что ты даешь ему еще 40 минут лежать уже в готовой булочке, уже на противне, вот это немножко такая неочевидная вещь, которую многие пропускают, и в итоге из-за этого булочки получаются не слишком пышными, или наоборот слишком жесткими. Просто потому, что тесто не успело еще распухнуть, да, после того, как вы придали ему форму, вы же его там раскатывали, руками мяли и так далее. Это первая вещь. А вторая вещь температурная. Тоже, в зависимости от духовки, многим хочется поставить температуру повыше, и за счет этого может подгорать низ, а вверх не подрумяниваться. И здесь есть такой лайфхак. Поставьте лучше температуру пониже, там даже не 200 градусов, а пусть будет 180 или даже 170 градусов. Вот, и вы поставьте пониже, но зато противень поставьте повыше, если у вас только снизу нагрев. Но если, конечно, сверху и снизу, то это уже не важно, можете по центру ставить. И пусть лучше чуть-чуть, может быть, булочка поделается подольше, но зато она сразу же не сгорит и не будет вот этой проблемы. Еще лайфхак третий. Это то, что в духовках есть противни, и большинство людей не знает, зачем эти противни нужны. Вот, например, в моей духовке есть черный противень, он создан для того, чтобы собирать жир с гриля. И большинство людей на нем начинают печь, а он для этого не предназначен. Или противень ставят неправильной стороной, то есть есть правильная сторона, а у противня есть неправильная. Чтобы все это понять для вашей конкретной духовки, мой вам такой лайфхак. Скачайте инструкцию конкретной вашей модели и внимательно ее посмотрите, и вы можете узнать много всего неожиданного. Вы поймете, что вы, например, не так включали духовку или использовали не то оборудование, а это все очень сильно влияет на выпечку. Ну что же, ребят, приятного аппетита! Было очень вкусно! Еще увидимся! Пока!